Продолжение следует... Мы в ноябре месяце прошлого года были на подобном фестивале от Приднестровья в составе делегации 45 человек. Различные виды спорта мы привезли в прошлом году. И когда поступило приглашение сейчас на летние игры, на восьмые всемирные игры юных соотечественников, естественно, не отказали. В ноябре 23-го наши школьники привезли с фестиваля спорта 12 медалей. Заняли первое место в командном зачете среди сборных со всего СНГ. Участвовали в соревнованиях по шести видам спорта. В этот раз только в двух – настольный теннис и волейбол. Среди участников Денис Барбу и Мария Макроусова-Кучук из Дубасар. Теннисисты взяли золотые медали в личных зачетах. А потом и первое место в категории «Микс». Сегодня тоже золото. Выступали в командном зачете. Я доволен. Можно было и лучше сыграть поувереннее, но я доволен своим результатом. Дальше планы тренироваться все лето и ездить на соревнованиях и побеждать. На этих соревнованиях я выступила очень хорошо. Мне не было страшно, просто я была спокойна. В силах я была уверена, но не прям легко мне это далось. Мне было сложно с Арменией, с Россией. Теннисисты говорят, помогала поддержка. Вот что прислали юные футболисты из Дубасар. Мы верим в наших спортсменов. Желаем им успеха, побед и быть первыми. Добро пожаловать в Казахстане! Было очень приятно увидеть такие видео. И мы чувствовали поддержку, что за нас все переживают и болеют. Я бы еще хотел добавить, что эти результаты все благодаря нашим тренерам, которые с нами работали все это время и занимались с нами. В нашей делегации еще и волейболисты из шесть человек. У них девятое место. По жеребьевке, к сожалению, мы попали на чемпионов прошлого года, на Кыргызстан. Немножко растерялись и, конечно, вылетели сразу с первого дня с турнирной таблицы. Мы в итоге потом сыграли с Турцией и с Москвой. Выиграли у них, но, к сожалению, заняли девятое место. На поле, да, было такое выполнение, потому что первый раз такое играем. Поэтому, ну, не знаю, чего ожидать. Как мы играли, мне понравилось. То есть старались. У наших юных спортсменов вечером экскурсия в Третьяковскую галерею, завтра парк «Патриот». После закрытия награждение и домой.